Друзья, всем привет! Вы на канале Андрей Фермер. Мы продолжаем работать, но сегодня мы поговорим не о нашей работе, а о моей личной жизни. И она колоссально изменится. В общем, я решил сделать предложение своей девушке. Для вас я ее всегда представлял женой. Ну, как бы мы вместе живем, но официально у нас отношения узаконены не были. И я решил это исправить именно в этом году. До этого тоже мы были на свадьбах. Она частенько ловила букеты. И вот на последней свадьбе я ей сказал, если поймаешь, так замотивировал ее. Если поймаешь букет, то я в этом году, до Нового года сделаю предложение. Ну, чуть-чуть придется нарушить свое обещание и сделать в новогоднюю ночь. Но я там думаю, если на несколько минут задержусь, ничего страшного. В общем, купил я кольцо. Такое с подсветочкой. Я думаю, ей понравится. Ну, это главный атрибут, когда делают предложение. Но для начала я расскажу, как мы с ней познакомились. Познакомились мы с ней банально. Ну, я фермера. Времени свободного вообще нет. И как-то приехал заправлять машину. У меня еще тогда была Неваз. Ну, старая еще, отцовская. Вот приехал на ней на заправку. Заправляюсь. Подъезжает мой кореш, с которым мы учились. Ну, разговорились с ним, стояли. Я смотрю, ну, из машины выходят две девчонки. Ну, одна, получается, моя девушка на сегодняшний момент, а другая ее сестра. Вот как раз сестра ее встречалась с моим другом. Ну, и так познакомились, и это поговорили. И в этот же вечер я нахожу ее в ВК. Ну, пишу ей там, типа, как дела, что делаешь. Ну, так вот разговорились, познакомились, встретились. Начал ездить в соседнюю деревню. Ну, это для понимания, где-то 50 километров от нас. Вот каждый вечер ездил. И потом пришло то время, когда я вот уже думаю, надо предлагать встречаться. Как раз был праздник 8 марта. И вот на 8 марта я предлагаю ей встречаться. И на сегодняшний момент мы уже с ней почти 4 года вместе. Ну, вот следующего 8 марта будет 4 года. За эти 4 года мы много чего преодолели. Были и ссоры, и какие-то обиды. Но все мы пережили. Моя заюха кремень. Даже один раз мы с ней ездили на дельтапланы или парапланы, точно не знаю. Но вставочку сделаю. Короче, она... Преодолела свой страх и парила. Над этим, над полями. Вместе со мной. Ну, короче, вообще такая девчонка космос. Ну, и сейчас у нас все хорошо. Недавно снимали фильм про нас. Но, к сожалению, он не вышел. Тоже принимала участие активное. Почему я выбрал данную локацию, кстати. Вот забыл сказать. Это Баевка. Потому что самое первое видео, которое... Она была моим оператором. Сейчас у меня другой оператор. Ну, по определенным причинам. Потому что ей об этом знать не надо. Об этом видео вообще. Здесь вверху есть площадка такая, парковка. Вот на этой парковке мы снимали наше первое видео. Это был обзор на мою машину. Но снимала меня как раз за юг. Училась тогда операторскому ремеслу. Тогда было все намного сложнее. У меня был другой стабилизатор. Он плохо работал. Но все равно у нее более-менее как-то получалось. Ну, и я дико троил. Потому что волновался. И толком не мог еще говорить на камеру. Но ничего. Все равно, если кому интересно, посмотрите обзор на мою машину. Может, кому-то и зайдет. Принимают участие в нашей работе. Года два назад мы ездили на завод БТЗ. Ну, вот она тоже ездила со мной. Прокатилась на тракторе. Ну, попробовала, что такое. Ну, там особо сильно не покатаешься. Там такая база. Ну, чуть-чуть дали порулить. Но все равно, я считаю, что для девушки это достойный результат. Хотя бы так проехаться. Попробовать. Тогда уже тогда только эти трактора начали выходить. Брянский тракторный завод начал выпускать БТЗ. И вот мы и рассматривали его к покупке. Но в итоге купили Вальту. Ну, я думаю, даже и не пожалели. Ну, а сейчас мы отправляемся за цветочками. Потому что, ну, кольцо есть. Цветого нет. Надо, если делать предложение, считать, что должны быть еще розы. Так что поехали. У нас сегодня 31 декабря. Совсем не чувствуется. Лужи кругом. Дождь. Короче, погода нас не балует на новую глаз. Сейчас иду в цветочный магазин. Не знаю, правда, работает он или нет. Вроде бы с 9 часов. Сейчас мы уже время подхраним. Ну, что значит, давно не покупал цветы. Этот магазин уже, оказывается, полгода как не работает. Ну, сейчас поедем в другой. Просто я покупаю обычно на 8 марта. И как раз вот если отсчитаться, так и выходит. Плюс-минус там есть какие-то, может, нестыковки. Ну, сейчас найдем, я думаю. Машины едут все грязные, слягать. Ну, сейчас тоже заедем чуть-чуть тачку помыть. Попытка номер 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, если я поснимаю, это я для себя, для своего блога. Для вас реклама. Даже не знаю, какие выбирать будем сейчас. Ну, мне нравятся вот эти. Такие розовенькие. Так, ну все, я взял розы. Магазин, кстати, очень хороший. Единственный в городе, где можно найти в данный момент цветы. Хотя праздник. Не знаю, взял. Девять. В принципе, я всегда так дарю, поэтому нормально. Видосики посмотрел, там такие большие букеты. Но, как говорится, фермерам сейчас не до шика, поэтому самое то, что надо. Убираем этот багажник. Надеюсь, что они это, постоят. По крайней мере, искренне в это верю. Тут у меня, кстати, еще не замерзайка осталась. В тот раз забрал и забыл выложить на базе. Это остальная часть подарков. Кстати, ваза. Не ваза, а точнее, горшовый цветок. И вот основной подарок. Это Тефаль. Ну, типа утюг. Я спросил, что хочешь на Новый год? Утюг. Ну, вот, поехали, купили утюг. Ну, вы его видели в маленьком видосе. Ну, и купили мы его с ней. А вот подарю я уже его после Нового года. Ну, как, короче, сделаю предложение. А основной новогодний подарок будет вот этот утюг. Ну, просто про утюг она знает, про предложение. Ехали помыть нашу тачечку. Для начала нам надо вытащить наши коврики. Вот минус машин с этим бесключевым доступом. Здесь это у нас трудно сделать. Они на липучках. И еще полные водички. Ну, более-менее получилось это сделать. И сразу их вешаем. Сюда. Обычно я мою только передние, потому что сзади у меня никто не ездит, и там всегда чисто. Ездит иногда хлам. Ну, не хлам, там всякие вещи. До этого у нас были только такие мойки. Ну, приезжаешь, платишь и моете. А сейчас появилась вот мойка самообслуживания. Что-то не берет. Короче, мою машину выходит помыть, ну, можно за две сотки, но я не спеша мою. Короче, рублей триста полностью, полный цехл со всеми этими приколюхами. Типа как воск. Ну, еще там что-то вода какая-то, отмысль. Так. Ну что, сразу пеночкой. Она более-менее чистая у нас. Поэтому, думаю, будет нормально. Единственное, здесь минусы, это суки не останавливается, постоянно льет. Музыка. Басуха кто-то наваливает. Важный момент пену наносить сверху вниз, но я иногда делаю наоборот. Но все равно машина моется нормально. Музыка. 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 Конечно, запачкался весь, но теперь даем минуту, минута три где-то, чтобы она чуть отекла и будем смывать. Короче, прошло минута три, сейчас будем смывать. Музыка. И про коврик я тоже не забыл Ну практически все, я даже уложился в 270 рублей Назови их на карту, верни тогда Прибыли мы на место, короче я тут подзаморочился У деда в гараже цветы поставил Они вот не знаю видно нет, стоят на полочке в водичке Ну чтобы не засохли до вечера А то все таки без влаги тяжеловато А потом выскочу, по-быстрому возьму уже Перед боем курантов И после посмотрим как пойдет Новый год мы по старой доброй традиции Встречаем год у ее родителей, год у моих Ну вот в этот раз выпало, что вот у ее родителей Здесь приехали к бабке с дедом И вот сейчас готовим шашлычок Будем сегодня жарить новогодний Сейчас покажу, что мне жена сегодня подарила Сейчас переверну камеру Я давно мечтал, еще с поездки на Лукино Такой вот набор для жарки шашлыка В чем его плюс? Есть ножичек, ну все такое мощное Металл толщина, чтобы вы понимали Такой добротный Плюс есть еще курицу, если что надо И вот сами шампура Где-то наверное, ну тройка металл есть И длинные плюс еще И ручка деревянная Не будет, ну рукам не будет жарко Когда их порочат Также есть вот угли Месить Полный комплект, короче Чтобы можно было пожарить Вот тоже какое-то, если такие мясо А грибы, это наверное для грибов Вот раз мы грибов не купили Потому что все магазины Уже пустые полки Мы просто поздно начали закупаться Пока работа Сами понимаете Надо было в первую очередь Заниматься реализацией Ну а сейчас Что вы успели купить, то вы успели что делать Взяли шашлычок Взяли колбаски Как в прошлый раз на Лукино Будем тоже жать Но в этот раз я уж точно не сашку Немного-то ищу Наши шампура Короче, единственный момент Сейчас покажу Ножик был не заточенный Мы его заточили Ну, чтобы удобнее было Иначе Прям вообще тяжко Мясо, ну, более-менее нормальное По крайней мере лучше, чем в прошлый раз Пивасик Ну, выпиваю я Иногда спиртные напитки Очень редко В основном это пиво Потому что крепче я ничего не пью У меня здоровье слабенькое Вот сейчас Еще минутки три И будем снимать У нас пес Там радуется Не знаю, смогу приблизить Ага, вот Пес Даже два их там В общем, сейчас Заканчиваем нашу жарочку И уже пойдем домой Друзья, всех С Новым Годом Какой же Новый Год Без фейерверка Сейчас я взял Такой небольшой Ну, чисто для атмосферности Дед, пойдем Поможешь Не, Настя, ты стой Там снимай А мы Запустим Отсюда Ну, какой Ну, какой Мы с тобой давно вместе Прожили очень много Все Пережили Ты будешь Моей женой? Да Да? Да Люблю тебя Да С размером Угадал А у нее есть уже Друзья, вот и наступил Новый Год У нас уже 1 января Доедаем прошлогодние салатики Наслаждаемся жизнью У нас два выходных планируется Ну, потом уже третьего будем выходить Работать Ну, может, даже и четвертого Не знаю Пока еще не определились С этим делом Я думаю, суть видоса я вам передал Ну, единственный момент Там оператор чуть замешкался В процессе самого действия Ну, вообще, все растерялись Это было неожиданно И для моей заюхи И для меня Я тоже растерялся Когда надо было за цветами бежать И кольцо это доставать Ну, более-менее получилось Затроил чуть-чуть Опять же, растерялся Ну, потом все это человеческие факторы От этого никто не застрахован Вам желаю счастья, здоровья И успехов в этом году Самое главное Это мирное небо над головой Ну, а также побольше любви Будьте счастливы Всем спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok